Приветствую вас! Давайте мы с вами попробуем разобраться с тем, что вы написали, и выработать некую модель поведения, чтобы и вы получили то, чего хотели бы, да, и чтобы подруга, в общем-то, была довольна. Значит, мы знакомы с самого детства. Я живу в городе, она в деревне. Ну, здесь уже у нас сразу есть такой небольшой пунктик, что есть определенное такое разграничение, да, то есть вы живете в городе, она живет в деревне, то есть обычно, ну, кто живет в деревне, они не очень положительно воспринимают людей, которые живут в городе, ну, считают их, ну, выше себя, такими, знаете, как типа мажорами, вот. И с учетом того, что от вашей подруги отказались родители, ну, вполне вероятно, что может иметь место быть такая вот проблематика, вот. Хотя, конечно, это не факт, но тем не менее, тем не менее, тем не менее, на мой взгляд, об этом стоит подумать в любом случае, вот. Дальше. Как только она закончила свою школу, решила поступать в академию в моем городе. Ага, хорошо, хорошо, она решила поступать в академию в вашем городе. Как она собиралась это делать, до того, как мы предложили ей, ну, пожить у себя, как она собиралась это делать. То есть, она же ведь не ожидала, что вы предложите ей пожить, значит, она как-то, наверное, рассчитывала, ну, рассчитывала сама справляться с проблемой. Разве нет? Разве нет? Вот. То есть, это вот такой очень деликатный момент. Так как у нее нет родителей, отказались от нее, воспитывала ее бабочка. Однако знакомых, да кого угодно, кто мог бы ей помочь. А почему? Почему у нее нет кого угодно? Ну, почему нет друзей элементарных? Почему вы же у нее есть, а другие другие друзья. Почему? Как так получилось, что человек, по сути, оказался привязанным только к вам. То есть, вот, не показалось ли вам это странным, то, что у нее никого нет, кроме вас, по сути. Вот. На мой взгляд, это, ну, такой, я бы сказал, тревожный звоночек, на мой взгляд. Значит, я предложил ей пошить у меня на время, на время поступления. А потом, вы обсуждали с ней, что будет потом? То есть, что это за академия? Как там вообще есть ли там общежитие, например, в этом, ну, в этом заведении? Или как? То есть, какие планы-то в дальнейшем? Вот. Ну, согласитесь, согласитесь, не очень понятно из вашего текста, что за этим за всем стоит. Так, я думал, это займет где-то неделю, но и она мне отрицала, что это ненадолго. Ага. Вы понимаете, как это звучит? Я думал, что это ненадолго. Окей. Были ли четкие рамки? Были ли четкие границы? Была ли какая-то договоренность у вас? Я думаю, что подруга остается на какое-то время. Если у нее этой договоренности не было, то то, что вы говорите, это, по сути, ваши образы, ваше представление о том, как должно было быть, но так, как должно было быть, и так, как есть, две большие разницы. Поэтому я полагаю, что то, что вы говорите, это, ну, можно интерпретировать, в общем-то, как угодно, но только не, к сожалению, не как поведение или позицию взрослого человека. Который, который понимает, что он хочет, который выражает ее, свою позицию. Понимаете? Вот. И почему, почему? Потому что вы говорите, что она не отрицала, вы думали. Вы это не обсуждали. И каждый воспринял так, как хотел. Каждый воспринял так, как ему хотелось. Вы восприняли так, как хотелось вам, подруга, подруга восприняла так, как хотелось ей. Ну, правильно ведь? Да, скорее всего. И все. И что теперь? Знаете, можно, в принципе, можно сколько угодно говорить, что подруга она вот такая, она нехорошая, что она ведет себя как скотина, как вы там дальше писали. Но она к вам домой пришла. К вам. Вы ей предложили. Вы ей предложили. Вы обозначили время? Нет, не обозначили. Соответственно, если время вы не обозначили, о чем можно говорить? Что подруга сама догадается, а с чего бы ей догадываться? Как вообще можно рассчитывать на какое-то восприятие людей? Да? То есть, ну, как можно ожидать, что люди сами там до чего-то додумаются? Это, я полагаю, опять же, в некоторой степени, немножечко такой идеализированный образ у вас, подруги, возможно. Потому-то она вам нужна, подруга. Вот. А в итоге пожила у меня два месяца. И я пожалел о своем решении. Почему вы ей не сказали, как бы, дорогая, что все, пора, ты поступил? Вы ей сказали, что она живет у вас только на время поступления? Она брала мои вещи без разряжения, пользовалась чем хотела. Ну, то есть, сейчас вы жалуетесь. Вы жалуетесь на нее. Об этом не отдавая себе отсчета в том, что вы несете ответственность за то, что происходит. Вот, значит, улетали мы с мамой в Москву на четыре дня. Дома пропала целая банка кофе, ну и так далее. На нее мы и не подумали, так как бабочка у нее нормальная. Причем здесь все это, как вообще это связано, что бабочка у нее нормальная. Нормальная в каком смысле? Нормальная для кого? Почему вы не подумали на нее? Где связь между этим? Мы стараемся ей помочь. Оплатили полгода обучения, нашли работу, она отказалась. Живет и ест у нас бесплатно, она поступает, как скотина. Так. Мы стараемся ей помочь. Во-первых, кто мы? Во-вторых, работаете ли вы или это ваша мама? Оплачивает. Полгода обучения. Полгода обучения. Вот. Если вы хотите помочь человеку, действительно хотите помочь человеку, то перестаньте ей помогать. Вот. Вот. Если хотите ей помочь, то пока вы помогаете ей, пока вы делаете для нее все вот это вот, она так и будет себя вести. Потому что у нее нет стимула, у нее нет мотива к тому, чтобы делать что-то самой. У нее нет мотива ценить то, что у нее есть. Потому что вы даете все это ей практически бесплатно. Добавьте. Добавьте сюда отношения к людям и ее из-за того, что ее бросили родители. Добавьте сюда то, что вы живете в городе, она в деревне и отношения соответствующие к тем, кто живет в городе. И получится образ вашей подруги. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд образ вашей подруги. Дальше. 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 Есть, живет и ест у нас за бесплатно. Ну, а кто ей позволил? Вы позволили, она и делает это. А она поступает как скотина. Так, опять же, вы позволяете. Она всегда такой была. Она не менялась. Вы позволяете ей так поступать, она поступает. И все. Ворует и не боится в глаза смотреть. Так... Это она украла барку кофе, шампунь, зубную пасту, мыло и бальзам? Или нет? Непонятно. Она много чего украла, но я боюсь что-либо говорить, так как боюсь возрушить дружбу. А дружба ли это? Вам не кажется, что вы уже давно не друзья с ней? Как только стали жить вместе, вы по сути перестали быть друзьями. Потому что друзья вместе не живут. Вместе живут родственники, любимые люди, но не друзья. Жить другом, это значит огромный иметь риск его потерять. Вы рискнули, если вы друга потеряли. А вот почему вы боитесь дружбу потерять? Даже действуя ущерб себе. Это момент. И очень важно. Потому что именно он, именно этот момент, именно страх потерять дружбу, заставляет вас делать то, что вы делаете. И я хочу, чтобы вы ответили на вопрос, можно ли быть в свободных отношениях с человеком? Можно ли быть, например, самодостаточным, счастливым партнером в отношениях с другим человеком? Если есть страх, а можно ли считать другом, например, если боишься его потерять? Можно ли считать человека другом, если жалко его? Вам не жаль. Разве друга можно жалеть? Нет? От себя задаю вам вопрос. Для чего это все вам? Зачем? Для чего вы взяли роль спасителя на себя? Роль спасителя под руки? Что вам не хватает? Что вам нужно? Понимаете? Вот это очень важно. И как только вы ответите себе на вопрос, что вам нужно, вы поймете, что необходимо делать для того, чтобы выйти из этой ситуации и перестать от нее в продаже. Кстати говоря, вы не задаете вопрос. Вы просто говорите, я не знаю, что делать. Ведь вам самой для чего-то это все нужно. Знаете, вам для чего-то нужна дружба. По какой-то причине вы боитесь ее потерять. Что за этим и стоит. По какой-то причине вам на другую жалко. То есть вы чувствуете превосходство над ней. Поэтому тоже есть причина. За этим тоже что-то стоит. Наконец, по какой-то причине вы позволяете человеку нарушать свои личные границы и наносить вам вред. А это тоже есть причина. И за этим тоже что-то стоит. Подумайте об этих трех моментах. Разберитесь с ними. Просто посидите и подумайте сами. Чего вы хотите. Вы свою подругу очень давно перестали воспринимать как именно подругу. Вы ее воспринимаете как средство. Она вам уже обуза теперь. Еще раз. Повторяю. Что если вы хотите ей помочь. Перестаньте для нее делать все, что делаете сейчас. Она так никогда не научится быть самостоятельной. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Мы продолжаем все-таки. Продолжение следует.